36к просмотров Сейчас кулда будут играть Пусть играют Чё, я разрешаю, если чё Передайте, что я шеф разрешил, пусть играют Реально Так, тут чё-то пиздец какой-то будет или нет? Ладно Блядь, сука, нахуй Если вдруг кто-то не знает, что такое Твич, то это видеостриминговый сервис А видеостриминговый сервис, это платформа, которая обеспечивает трансляции в режиме реального времени Твич появился в 2005 году как Джастин ТВ Бля, он такие фотоши будет подкидывать, блядь, да? Токовый сервис, созданный Джастином Каном, Эммитом Широм, Майклом Сайбелом и Кайлом Воктом Джастин ТВ начал свою работу с того, что лишь несколько человек могли вести прямые трансляции Но позже он был открыт для большего количества людей Основатели Кан и Шир быстро заметили, что хотя платформа разделяет контент на множество уникальных категорий Самой быстро растущей нишей были игры, и в частности, киберспорт Твич был создан как дочерняя компания в июне 2011 года Джастином Каном и Эммитом Широм Изначально Твич был создан только для трансляции видеоигр За первый год существования Платформы Твичу удалось привлечь более 3 миллионов активных пользователей По данным, к концу 2012 года, постоянная аудитория зрителей стримов составила более 20 миллионов людей Которые смотрели около 600 тысяч стримов, транслируемых каждый месяц Главным достижением Твича В 2012 году стало то, что видеостриминговый сервис стал официальным порталом Который мог транслировать World Cyber Games 2012 Это был 13 чемпионат мира по киберспорту, который включал в себя такие дисциплины Как Crossfire, StarCraft 2, Wings of Liberty, Dota 2 и FIFA 12 Вот, кстати, итоговый медаль на зачет этого турнира Такой шаг, а именно трансляция чемпионата мира по киберспорту Привлек инвесторов и рекламодателей И определенный ряд компаний, которые вложили около 15 миллионов долларов на развитие сервиса В июне 2013 года была создана Твич Медиагрупп Которая объединила в себе ранее существовавшие проекты команды Само собой, разработчики не останавливались на достигнутом результате И портал стал официальным каналом таких крупных проектов, как Dota 2, League of Legends, StarCraft 2, Heart of the Swarm Heart of the Storm В 2014 году видеостриминговую платформу купила компания Amazon за 970 миллионов долларов И у меня ощущение, что его скоро продадут, блядь И вопрос, кто его, блядь, купит Google? Не, Яндексу нахуй этот не уперся, блядь, хотя, блядь, был прикольный, если бы Яндекс его взял Ну, блядь, тут денег у Яндекса столько нет Эти все деньги мне на рекламу уходят Просто Илон Маск, если купит, бля, ребята, пиздец Мы тут будем платить дань, нахуй, чтобы стримить Мы тут, блядь, будем за каждую минуту, блядь, оплачивать долларом А вы будете платить, чтобы просто стрим, блядь, посмотреть В 2017 году была добавлена функция Twitch Prime Которая позволяет подписчикам Amazon Prime получать бесплатные подписки на каналы Twitch и бонусы в некоторых играх Ну да, хуйня юзлисная В 2018 году Twitch стал официальным стриминговым партнером Overwatch В 2019 году Twitch представил новый дизайн и обновленный логотип Платформа также внедрила функцию Twitch Things Которая позволяет пользователям петь караоке онлайн вместе с другими зрителями В этом же году Twitch начал активно развивать категорию джаз-чатинг Где стримеры могут просто общаться со зрителями без игрового контента В мае 2020 года Twitch создал собственный консультативный совет по безопасности Которые вошли известные стримеры, ученые и политические институты Первым стримером на Twitch, получившем кнопку подписки, был Шон Плот Также известный, кто, какой плот, блядь, как DayNightTV в апреле 2011 года Вскоре после этого стримеры ToLi в июле 2011 года и DanceGaming в сетебе 2011 года Также получили кнопку подписчика, положив начало новой эре платформы Которая приоритет отдавался подписчикам В том же году Twitch запустил партнерскую программу Twitch Partner Предназначенную для стримеров, имеющих более 500 одновременных просмотров, 1000 подписчиков и 300 тысяч общих просмотров на своем канале Самый большой онлайн на стриме в истории Twitch составил 3 миллиона 400 тысяч человек Этот рекорд установил испанский стример Ебай Он стримил боксерский... Ебай, добуди, добудай Ивент под названием Lanos la villada del ano 3 Предыдущий рекорд также принадлежал Ебаю За его другим боксерским ивентом, который состоялся два года назад Вики следили 3 миллиона 300 тысяч зрителей Среди стримеров с постсоветского пространства рекорд по онлайну принадлежит не глотаю Одновременно его смотрели 543 тысячи человек Ну, а вообще рекорд принадлежит каналу Dota2ti iRu Вики прямую трансляцию на это... Это факт Это рекорды фактом зарегистрированные В этом канале смотрели 845 тысяч человек Больше всего подписчиков на Twitch у Нинди 19 миллионов Среди русскоговорящих стримеров по подписчикам первое место занимает бустер Он имеет на своем канале 3 миллиона 800 тысяч подпис... А я лох, ебаный, блядь Я не могу нахуй три ляма добить уже, блядь, два года, ебаный сыр, блядь Подписчиков Первым русскоговорящим стримером на Twitch стал WeLoveGames Он создал свой канал 26 мая 2012 года Вторым был Хесус, дата создания канала приходится на 16 августа 2012 года По информации Bloomberg, Twitch уволит 35% сотрудников Сокращения связаны с убытками Twitch, а также опасениями после ухода четырех топ-менеджеров Кстати, в марте 2023 года стало известно, что Twitch уже уволил 400 сотрудников из-за экономической неопределенности и падения доходов А в декабре 2023 года глава компании Дэн Кленси заявил о прекращении деятельности в Южной Корее из-за больших затрат Из-за требований интернет-провайдеров о том, чтобы Twitch сам платил за доступ к сети Twitch ограничил стримы до качества 720p И заблокировал доступ к клипам и записям прямых трансляций Twitch не приносит прибыль Это реальный факт, чуваки Twitch не приносит прибыли Это реальный факт, блядь Twitch убыток приносит Причем, блядь, абсолютно не важно нахуй Кто там, блядь, партнер Кто там сабается, не сабается Twitch нихуя не приносит И он убыточен, короче, для Амазона Именно поэтому я и хочу сказать, что, типа, блядь, продадут Кто купит Не, я сейчас, это не вопрос к тому, что ты сейчас будешь писать Я, я, блядь, не, нихуя Кто из крупных компаний возьмет Кто-то стримеры зарабатывают Бля, пацаны, мы можем зарабатывать где угодно, на любой площадке Но, блядь, Twitch ебать как жалко Будет Если он продастся Google Google, наверное, бы взял его Просто он Амазону нужен был, блядь, для чего? Для того, чтобы внедрить сюда покупки, блядь Понимаете? Эта хуйня не работает, потому что мы с вами токсичные, блядь, пользователи Мы такие, нахуя сапку брать, блядь, типа В хуйня ебаная Типа, во-первых, она стримером, блядь, не придет Типа, все дела Блядь, во-вторых, ну это какая-то фул залупа То есть, блядь, ну, а схуя ли они цену уронили Спустя такое огромное количество времени, например Вот я этого не понял Да, у них было дохуя там всяких модераторов, блядь, админов Вы если сейчас внимание обратите То вы заметите то, что уже не так активно банщики-то летят А раньше, блядь, такой И все В бане нахуй Сиди Сейчас не так активно баны летят Триминговая платформа не приносит прибыль, но Амазон не планирует закрывать Уважаемые арабы, купите твич Сделаем реально, Глеб, я согласен Я хочу, чтобы арабы купили твич И это будет просто разъебка для уебка Ну, для меня У них финансовый удар будет, когда выплаты откроют, да У них будет пиздец Это как, знаешь, типа Ты заходишь на свою карточку посмотреть В день, когда тебе нужно сделать выплаты Ты делаешь выплаты, и ты такой Блядь У твича лежат мои 2 миллиона рублей С лишним Руководитель твича отметил, что стриминговая платформа не приносит прибыль Но Амазон не планирует закрывать сервис А, ладно, все Компания отказалась от эксклюзивных контрактов с крупными стримерами Так как это не окупается Соучредитель кик предсказал выкуп твича Он прокомментировал возможные увольнения у конкурентов Мы принимаем на работу сотрудников во всех отделах кик Да похуй, что он там, блядь, говорит Поебать вообще на него Иди в пизду отсюда Особенно в техническом Напишите нам на почту Иди в пизду отсюда Кстати, несмотря на то, что твич отказался от эксклюзивных контрактов с крупными стримерами Они предложили Леброну Джеймсу начать стримить Madden NFL у них В декабре 23 года твич решила обновить политику в отношении сексуального контента На своей платформе На стримах можно было делать сигны на груди и ягодицах Танцевая стриптиз А также показывать половые органы Если они нарисованы или анимированы Братишкин решил сразу затестить эти нововведения Но получил бан Спустя один день твич отказался от нововведений Также в декабре 23 года в российском сегменте твича Была организована стримерская премия под названием Slay Прямая трансляция данного мероприятия собрала в пике 196 Если перейти по этой ссылке Нажать на описание Затем нажать на эту загадочную картинку То вы попадете в телеграм-канал FLV Где можете предлагать А, похуй Идею для следующего ролика И получить одну тысячу рублей Ссылка в описании Твич ежегодно приглашает популярных авторов из разных стран Такой ролик про Хесуса О, это интересно Там опять будут рассказывать Старый, блядь, опять в политике не шарит, блядь Вот тут обосрался А то я это смотреть не буду Мне похуй Это Хесус пусть смотрит Он вообще, кстати, я заметил Хесус не смотрит, блядь, какие-то видосы Он их до этого отсматривает Мужик, блядь Пора нахуй просто в лайве, блядь Брать нахуй Кто там чё пизданул И включать прям на стриме Первая реакция Я, блядь, очень редко Когда просматриваю видос Типа на тему интересный он или нет То есть я думаю, бля, залупа душина Не буду это смотреть Поняли? Вот так бывает Но я прям так скипаю, блядь Типа я нихуя не смотрю Среди них TwitchCon и TwitchRivals TwitchCon больше ориентирован на стримеров Чем обычных зрителей Кстати, первая конвенция была проведена В 2015 году в Сан-Франциско Вне США В Сан-Франциско Конвенция первая прошла в 2019 году в Берлине В 2020 году TwitchCon был отменен в Монстердаме Из-за угрозы распространения коронавируса Вместо TwitchCon был проведен фестиваль GlitchCon В онлайн формате 14 ноября 2020 года Который длился 12 часов Также компания продвигает множество авторов Из числа сексуальных и этнических меньшинств Тримеры, имеющие статус Фу, какие ногти, ублюдцы Продвигает множество авторов Из числа сексуальных Ты чё их ешь, блядь? Ты чё краску жрёшь? И этнических меньшинств Стримеры, имеющие статус партнёра или компаньона сервиса Могут получать доход от показа рекламы И платных подписчиков Кроме того, зрители могут напрямую донатить стримеру При помощи внутренней валюты Ну как напрямую? Ну как напрямую, блядь? Через Twitch Нормальная хуйня Напрямую это ж не донейшн аллерс, ёпт Летом 2021 года Twitch вёл региональные цены Включая Россию Что повлияло на... Бля, я подумал, это этот, господи, я забыл Вы поняли, да, кто это? Савергон, блядь Я реально его перепутал с Савергоном Ебануться, блядь Подоход стримеров Так, в России месяц подписки первого уровня Подешевел с 399 рублей до 130 Ну вот это нормальная сумма, блядь А буеботь это, конечно, вообще хуйню стоит Многие авторы начали проводить многодневные марафоны С просьбой зрителей подписываться и дарить подписки Взамен продлевают... Бля, кстати, хочу сказать респект автору За то, что Хорошие вставочки делает, типа Девчонки все такие аккуратные Никакой жопы, сиськи, блядь Вообще ничего нет Вот, блядь Как я давно этого не видел, реально Что я прям сижу И обратил на это внимание Вот, блядь Смотрю и прям как будто всё хорошо у нас тут Поняли? Монтаж хорошенький, да Видеоряды такие интересные вставляют Реально стримеры в игры там играют Что-то рассказывают, блядь Длительность трансляции на определенное число минут и часов Сервис забирает комиссию заход за подписчиков по двум уровням 50% на обычных условиях И 30% в индивидуальном порядке Более выгодные условия, как правило, доступны для авторов Со средним числом зрителей от 10 тысяч человек Нет, это не так работает, блядь Это там по-другому как-то работало Короче, ты примерно прав, но я просто такой говорю Бля, а чё можно типа, блядь 70 на 30, давай сделаем Всё, и метки говорят Да, сделаем, всё Ну вообще да, наверное, от 10 Я хуй знаю, чуваки Блядь Может посмотрим ролик Райден, конец Твича, близок Да, можно посмотреть ссылку Скинь, пожалуйста, Алиск Возьмите, Владимир, точно не могу сказать А, это я уже отвечал, спасибо 18 октября 2022 года Твич запретил трансляцию Завтра в институте буду про тебя презентацию показывать Задали задание, а медики Чё? А медики презентацию сделают Это экзамен, если что Разбирать твои рекламные проекты будем Прикольно Только зачем это врачу? Клоудов смотрим? Неа Клоудов не смотрим Коци слотов, рулеток и других азартных игр сайта Здравствуйте, Александр, очень нравятся ваши стримы Смотрим здесь семьёй, я и 13 кошек Кошек буквально мочится под себя, как только вас видят Воняет кошачий санин и спасибо Спасибо, азиат У которых нет лицензии в США и других странах 7 января 2021 года Твич закрыл канал Дональда Трампа Который использовался для призыва к массовым протестам противников поражения Трампа На президентских выборах 2020 года Чё Хесус про это сказал, кстати, мне интересно Свободу слова же всё-таки Там, у них Блядь, прикиньте Блядь, твич забанил просто канал президента, блядь Блядь, это, ну, или бывшего президента похуй Это как, типа, телеграмм сейчас такой Блядь, заебал Медведев Чё-то там писать, блядь, уже нахуй И просто въебал ему телегу, блядь Блядь, у меня вот просто Чуваки, я не базовый, типа Мне нравится моя страна, я её люблю Я, типа, недолюбливаю очень сильно правительство, честно скажу Типа, ничего в этом такого нет Я ничего не пизжу такого лишнего Я вот просто скажу Я либераха, блядь Мне не нравится то, что сейчас происходит Но, типа, я, блядь, к сожалению, никак на это не могу повлиять Если я буду на это влиять, то я буду в тюрьме Понимаете, блядь, к сожалению Я считаю, что, как бы, моя жизнь, она важна, блядь, для меня Sorry Чтобы там чё-то пукнуть, нихуя не изменив Я не готов на это пойти Я, блядь, прямо нахуй заявляю, блядь Идите нахуй Кому там чё-то, блядь, надо сказать, блядь Ничего нахуй, для тебя уебана я говорить не буду Пошёл пизду Так вот, значит И чё я хотел, к чему это, блядь, цикло Пошёл нахуй уебан Цикло, блядь Иди нахуй, ты попизди Чё ты, блядь, там сидишь нахуй где-нибудь в Германии Долбоёбина, блядь Хуеваю, блядь, с таких уебанов, блядь Так вот Чё-то я хотел сказать А, меня, блядь, бесит тенденция, короче, того, что, типа У нас, блядь, настолько, типа, люди-долбоёбы Я начал выкупать это со временем Типа Я раньше, ну, думал, блядь Типа, что там, блядь, все старые, там, Америка, Америка Они реально как промытые, блядь, пиздят Но я начал выкупать за тенденцию людей, что они просто глупые Люди глупые по причине того, что Хоть я, типа, и либерал Но, блядь, чуваки Я вот думаю Метки говорят О, найс, типа, там вражки, блядь, свобода слова Блядь, пример, вот Челу просто канал забанили, чтоб не пиздел Я думаю, блядь, а где она вообще есть? Вы же понимаете, что свобода слова Это вымышленная хуйня, ее нигде нет Если ты что-то, блядь, невыгодное говоришь Тебя и тут прикроют Тебя там, блядь, прикроют У этого типа сейчас все очень весело, кстати, в жизни, если что Вот конкретно у этого А он тоже пиздел, что хотел, блядь И что? И где, блядь, свобода, нахуй, ваша, блядь Заявленная, ёпта Где ваша свобода, блядь Заканчивается на том, что ничего против меньшинств нельзя сказать, например Че-то, блядь, я не понимаю вот эту хуйню Зато, блядь, когда в случае чего Свобода слова всегда в Россию, блядь, тыкают Ее, блядь, в принципе не существует Этой свободы, чуваки Нигде, блядь Просто где-то, блядь, более, больше позволено Где-то, блядь, меньше, но ее нету, блядь Вот я че хочу сказать Не надо, блядь, примеры ставить, нахуй Свободные вы люди, блядь Никто не свободен Вы, блядь, сука, родились в своей стране Вы тут по факту, блядь, обязаны С каждой, вот, где вы живете Вы, блядь, ну, кто там родился в какой стране Там, не знаю, Украина, Россия, блядь, не важно Беларусь, Казахстан Блядь, вы по факту уже обязаны, нахуй Нету такого, я не обязан, блядь Все, нахуй, обязаны с нулевой Вот так, блядь Кому? Государству, блядь Все мы, блядь, обязаны, нахуй Чем? Совсем, блядь Вот и все Поэтому я, блядь, не понимаю вот эту хуй А другие дебилы думают, что я тут, блядь, базу какую-то прогоняю Так это же, блядь, классика, нахуй, жанра Другое дело, типа, что у нас в стране можно присесть за лайк, блядь, или за репост Вот это пиздец Понимаете, да? Но пиздеть нигде свободно нельзя Вот так Что-то про себя на запретке Ничего не понял, что я гляну, ну-ка Сейчас блюр включу Бля, наверное, нет А, видел По-моему Но он Видос такой, типа, я понял, он один в один Как чел уже делал, я смотрел год назад, по-моему А, ты выбирал, где родиться, блядь? Ебать, чел Честно, если бы я выбирал, где родиться Я бы выбрал Ну, если бы я был стримером, гарантированно, поняли? Если бы я был стримером Я бы какую-нибудь страну выбрал В которой можно было бы разговаривать на английском Ну, типа, основной язык был бы, поняли? Мне бы вообще похуй был бы Ну, где по условиям Типа, потому что английский язык, он более распространен И как бы, как бы вы ни хотели Он, типа, международный, много где Много где на нем разговаривают И, типа, это в дальнейшем было бы, возможно, больше дохода, блядь Но только при условии, что я уже стример был бы, гарантированно Поняли? Китай, я бы не хотел заспавниться, если бы я был стримером Потому что у меня бы не была доступна площадка Самая лучшая в мире, это Твич Вот, она бы не была доступна там А значит, ГГ Эээ Америка, ну, блядь, не знаю, короче Не хотел бы Я бы чё-нибудь такое Германия тоже не вариант, кстати Хоть там, типа, и немецкий язык Но, типа, там на английском тоже нормально разговаривают Но нет Потому что там нужно платить налог, блядь Канада тоже нет Потому что там высокий налог на ИП, блядь И, короче, я А нигде бы я, наверное, блядь, не жил бы нормально В Британии? Ну, может быть, только в Британии, типа И у меня бы был вот такой вот говор Я бы такой A cup of tea Поняли? Я бы вот так У меня бы был такой акцент, блядь, поняли? Странный, блядь Такой ЧСВ-шный, поняли? Вот наш английский Это английский А то, что у них там, это не английский Вот Короче, вот Свобода слова не значит и дозволенность Ну, вот, вкратце, я так и говорю Поэтому это, блядь, такое себе Эээ Так, да, за публичное мнение Были наказаны около 300 граждан В Британии более 3500 Чё, на хуйня, блядь? Не, чел Такой Ты чё, блядь, какую-то статистику высрал, блядь Такой только в России, может быть, да Другие Не, нигде не сажать Так, чё я говорил? Швейцария Хотел бы Единственное, что я знаю о Швейцарии Это, блядь, швейцарские часы И ножи Всё Блядь, я вот так подумал? Бля, мне тут заебись, короче Я б тут, наверное Ну, блядь Я б тут, наверное, стримил на английском А чё? Нормально был бы Там Беларусь, может быть Где-нибудь там, да? Мне тоже там нравится Такое, типа, знаете В Беларуси ещё и казик есть Ой, блядь Ну, просто слада, блядь Для стримера, понимаете? Я прям изначально под казино бы затачивал всё Реально В Эмиратах ты родился Не, в Эмиратах жарко, блядь Не, короче, не знаю Нихуя Тут холодно, блядь, вообще Ненавижу зиму, блядь Трампа Который использовался для призыва К массовым протестам Противников поражения Трампа На президентских выборах 20-го года 17 сентября 2019-го года Создатели IGDB Это расшифровывается как Интернет гейминг датабейс Минусы рекламных проектов для презентации Слушай, минусы рекламных проектов Только душное ТЗ может быть какое-то Самое банальное и неинтересное Потому что если ты что-то неинтересное стримишь И какой-то проект неинтересный рекламишь То коэффициент заинтересованных пользователей Прожать кнопку или зарегаться где-то Или куда-то вступить Он ниже, чем у остальных кейсов То есть, если у тебя интересный проект Где нужно что-то поучаствовать Пример будет Яндекс Который каждый раз придумывает Что-то прикольное и уникальное Вот это заебись Это у меня чат любит Это им чату нравится Типа там что-то, блядь, погенерировать Тут что-то потыкать, блядь, попукать Вот это прикольно Вот так просто заходите по баннеру Регистрируйтесь, бля, оно заебало, понял? Это скучно, это неинтересно Коэффициент низкий, все Это если что каталог видеоигр Объявили, что присоединяются к команде Твича Их задача создать самую исчерпывающую базу знаний Про видеоигры в мире Благодаря слиянию IGDB получил доступ к передовым рабочим ресурсам Все основные серверы Твича для Америки Расположены в городе Сан-Франциско Европейские серверы находятся в нидерландском Харлеме В Азии местом расположения серверов является Сингапур Посещаемость Твича в ноябре 23-го года составила 970 миллионов человек Больше всего на сайт заходят люди Это моя ЦА, блядь Люди, проживающие в США Родись в Латвии В США, Германии, России, Южной Корее и Франции Я посмотрел на Латвию, блядь, латыш При всем уважении к твоей стране, блядь Я бы с таким темпами мог бы здесь в России В Рязани, блядь, где-то Под Рязанью области, блядь, там родиться, блядь С такими же домами, дорогами, блядь И всем остальным, блядь В рейтинге по посещаемости сайтов Твич занимает 53-е место в мире И 78-е место в США Возрастная группа от 18 до 34 лет Является основной и самой активной на Твиче Бабушка Ольга, здравствуйте Самыми популярными категориями на Твиче являются Джаст Чайтинг, GTA 5, Лига Легенд, Майнкрафт, Дота 2, Лаларант и Counter-Strike Американский стример Людвиг Агрен Установил рекорд по количеству одновременных платных зрителей на Твиче Для этого он вел непрерывный стрим в течение 31 дня Всего во время трансляции его смотрело свыше 282 тысяч платных подписчиков Это официальный список запрещенных игр, которые нельзя стримить на Твиче На Твиче нельзя смотреть фильмы от компаний Netflix, Amazon и Warner Bros Блядь, на Твиче вообще нельзя смотреть фильмы, нахуй, мужик Типа, а не только, блядь, от Warner Bros или еще кого-то Нельзя, блядь, это запрещено, потому что это авторское право Ты нарушаешь авторское право, ты пиздишь контент Все, блядь, сам факт наличия фильма, это уже нарушение, блядь Но Твич лоялен к этому Поняли? Обзор на фильм Блядь, ты думаешь, блядь, вы такие, сука, наивные Ты думаешь, блядь, если там какой-то стример, блядь, написал, что он делает обзор, блядь То типа он не нарушает авторское право Вы что думаете, там ебанаты сидят, что ли, где-то, блядь, я не понимаю Они такие, а, блядь, так это обзор, блядь, все, не будем, нахуй, страйкать, блядь Нихуя это не работает так Ни в GTA RP, блядь, вот эта вот, сука, фраза, блядь, дебильная, нахуй Она не работает Ни, блядь, обзор, нахуй, ничего, блядь, из этого не работает Отзеркаливание тоже, блядь, не работает Типа Нахуя это вообще делать, блядь Отзеркаливать, нахуй, только дискомфорт создаёт Зубрев что? Зубрев гений, блядь, который стримы чистит сразу, моментально Работает? А, ну у вас, наверное, статистика какая-то, блядь, есть, подведённая, блядь, да? Угу Слово осуждаю работает Могу аргументировать почему Потому что негативная реакция следует за, допустим, осуждающим донатом или какой-то фразой Если негативная реакция присутствует В данном случае я осуждаю, не поддерживаю Это охуенная фраза для того, чтобы Эта хуйня скипнулась просто Никто на тебя не обращал внимания Понимаете? Всё Другое, типа, шиза, теория, блядь Это каждую ёбаную секунду осуждать Вот это вообще пиздец На Твиче существует возможность создать склад На Твиче запрещено стримить или продвигать употребление наркотиков или алкоголя Согласно правилам Твича, чтобы начать стримить на платформе Пользователю должно быть не менее 13 лет Off my heart, смотри, блядь, тебя вставили, слышь Нет Чаще всего люди заходят на Твич период 6 до 8 вечера 16 августа 2016 года Твич приобрёл Курс LLC Оператора онлайн И обосрались Сообществ видеоигр и игрового VOIP программного обеспечения В декабре 2016 года Твич анонсировал полуавтоматический инструмент модерации чата Automode, который использует обработку естественной Чё на меня старый орёт, пошёл он нахуй Языка и машинное обучение для отсеивания потенциального нежелательного контента для рассмотрения человеком В мае 2021 года Твич объявил объединение более 350 новых тегов для классификации стримов Включая теги для гендерной идентичности, сексуальной идентичности и инвалидности 6 октября 2021 года анонимный хакер слил всю информацию о Твиче Включая исходный код клиента Твич и IPI А также детали выплат, которые сделали почти 2,5 миллиона стримеров с августа 2019 года Пользователь выложил на площадь ссылку на торрент объёмом 128 гигабайт И заявил, что утечка, включающая исходный код из почти 6000 внутренних GIT репозиториев Является первой частью более крупного релиза Утечка также содержала подробности о планах создания цифрового магазина под кодом названием Vapor Который должен был стать конкурентом Steam А также подробности об оплате, получаемой стримерами за работу на Твиче Давай, 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 конкуренты Steam, блядь Где вы нахуй, ёпта? Всем похуй на этот ебучий Epic Games, блядь Все туда заходят, чтобы игры бесплатно лутать, блядь Ну это самое отвратительное, блядь, вообще Хуйня Steam всё-таки это легендарная залупа Я не вижу своей жизни, блядь, и жизни играм без Steam Вот эти все то, что вы там сидите, блядь, разрабы игр Делаете, блядь, свои, блядь, ёбаные, ненужные клиенты, блядь Которые потом ещё крепятся к Steam И ты сначала, блядь, нажимаешь в Steam и играть Потом у тебя запускается Uplay Потом EA Play, Ubisoft, Хуесофт, блядь Это всё залупа ебаная 23-го аг... Заебали, блядь, уже, нахуй Никому нахуй ваш клиент не нужен Всё, идите нахуй В пусты 22-го года Твич объявил, что больше не будет соблюдать соглашение об эксклюзивности, позволяющей стримерам Твича ввести трансляцию Минус рабство, кстати, вот эта новость вышла, блядь, заебись Всё, теперь мы можем пердеть где угодно В других стриминговых платформах Прямые эфиры в инсте и тиктоке не в счёт В марте 23-го года Кленси стал генеральным директором Твича После того, как предыдущий генеральный директор и соучредитель Джастин ТВ Эмит Шир Объявил о своём уходе после 16 лет работы в компании 6 июня 2023 года Твич объявил об ограничениях на размещение сторонних спонсоров на стримах Включая ограничение размера спонсорских логотипов Изменения вызвали критику со стороны крупных стримеров Из-за опасений, что они повлияют на существующее отношение стримеров с рекламодателями Их воздействие на благотворительные и киберспортивные мероприятия Которые в значительной степени зависят от спонсорской поддержки Спустя один день Твич отозвал новую политику в отношении брендированного контента В августе 23-го года Твич начал тестировать новую пункцию с лентой в стиле тикток По задумке, благодаря этой ленте новые пользователи смогут легче открывать для себя новых стримеров А авторы, в свою очередь, активнее наращивать Спойлер Кто-то этой хуйтой пользуется, блядь Вот хоть один, блядь, человек Да никто, блядь, не пользуется Это юзлис говно вообще Аудиторию В январе 2015 года Твич ввел официальную категорию для музыкальных трансляций А в марте 2015 года объявил, что станет новым официальным партнером Ultra Music Festival В фестивале электронной музыки в Майами Майкл Эспиноса для Business Inside в 2021 году отметил, что Твич доминирует в сфере живого контента 17 миллиардов часов просмотра в 2020 году против 10 миллиардов часов YouTube Gaming Live В 2013 году на Твиче прошли мероприятия, которые в общей сложности собрали более 8 миллионов долларов США на благотворительные цели Например, Extra Life 2013 По состоянию на 2017 год Твич собрал более 75 миллионов долларов США на благотворительные цели Самым крупным благотворительным мероприятием Твича является Зивен Французский проект, созданный Адрианом Нугаре и Александром Дачари Собравший более 10 миллионов долларов США для Action Control Lafame в октябре 2021 года Это самые популярные смайлики Твича за 2023 год В период с 2018 по 2019 года общая доля Твича на рынке стриминга снизилась с 67 до 61% Но уже в 2020 году Твич занял 91% рынка стриминга во всем мире по количеству транслированных часов Около 75% зрителей Твича являются мужчинами 25% приходится на девушек Они, блять, учитывали вообще канал Диппинса, блять? На компьютере прямые трансляции на Твиче можно смотреть Вот, уважаемые дамы, прошу обратить внимание Видите? Вы видите, что происходит? Вы видите, что происходит? Вы вымирающий вид на Твиче Это первое А почему? Потому что малое количество женщин интересуется, блять, стримами и играми, блять, по совместительству Отсюда, блять, и ебаный факт, что, блять, женщины, которые начинают играть в игры, играют как овощи, блять Все взаимосвязано Потому что, как будто бы, есть девчонки, которые изначально в игры играли Но как будто игры начали популяризироваться вот буквально недавно С выходами, блять, валорантов, прочей залупой Порог вхождения снизился Поняли? Не было, блять, каких-то игр, таких, знаете, где можно было, блять, милые скинчики Все розовые, блять, все вот это вот, блять, вот, блять, вот это, поняли? Были какие-то, блять, стрелялки, Counter-Strike, блять Были какие-то Battlefield, Call of Duty, блять, вот хуй поймешь, что там делать, понимаете? Вот Fortnite и Sims, блять, что там, Sims играли только Ну, я сам Sims играл Вот я про что говорю Doom, блять, Minecraft хорошее Вот, а сейчас, типа, девчонки начали выкупать за игры уже там Это уже не редкость, кстати Начинают там пробовать разные игры Что-то Genshin тут тоже девчонок там собрал в основном И все, люди пробуют разные игры, все интересуются, блять И процент растет Вот так Потому что девчонкам в основном, да в рот, они ебали этот компьютер, нахуй Поняли? И стримы уж точно Без базара, пацаны, типа Сейчас просто подведем небольшую статистику среди тех, кто есть Вот вы, допустим, пацаны Вот вопрос к вам Сколько времени вы тратите на ебучий Инстаграм? В день, блять Ну, примерно там, я не знаю Желательно в часах Ноль Если я то же самое спрошу у девчонок, блять Число будет другое Вот они в Инсте сидят, блять Им соцсетки, всякая залупа, шмотки Вот это вот все, поняли? Это не стереотип, это так и есть Я в Инстаграме вообще не сижу, блять Мне неинтересно наблюдать с чужой жизнью Мне похуй Я не пущу фотки Мне похуй Да, возможно, это звучит стереотипно Но, типа, это было сейчас сказано В сторону того, что Преимущественно у девчонок Телефон Поняли? Телефон, ебать Вот и все Это мы, пацаны У нас с вами по компу Это первая необходимость Компьютер Телефон вообще похуй какой Лишь бы звонил Надо что-нибудь посерфить А комп должен быть игровой Вот так Понимаете? Тут же наоборот Можно жить без компа Но зато, блять, телефон пиздатый Можно взять, поняли? Отсюда бы и процентовка такая Но, соответственно, я не знаю Какому образу Ну, например, с телефона Не знаю Как будто бы у меня ассоциация твича Больше с компом идет изначально То есть я сначала, блять, компом дрочил Это все сижу А когда что-то мне не впадло Я с телефона могу зайти Поняли? То есть у меня приоритет такой Вот как-то так Без регистрации А вот мобильное приложение Придется зарегистрироваться В июне 2020 года Стримеры твича получили Массовые предупреждения И страйки за клипы Которые содержали музыку Защищенную авторским правом За период с 2017 по 2019 года 15 сентября 2020 года Компания твич подписала Лицензионное соглашение С французским исполнительским сообществом Сосем Что позволит композиторам И издателям получать авторские отчисления Когда их музыка будет транслироваться Во Франции Твич уже заключил Лицензионное соглашение С американскими сообществами Асап Бми Сесак И Глобал Мюзик Райд В начале 21 года Некоторые стримерши Начали использовать свой канал на твиче Для трансляции Из горячих ван в купальниках Твич посчитал такие трансляции Недружелюбными к рекламодателям И заблокировал некоторые Из наиболее популярных каналов Которые пошли по этому пути 20 сентября 2018 года Твич и его приложение в App Store Были заблокированы в Китае В Индии твич был заблокирован Телекоммуникационной кампании Поскольку Фу я спокоен ребят Там никто не оскорбится Фу блять Которые пользователи Нелегально транслировали На платформе матча Индийской премьер лиги По крикету Как сообщается Правительство Словакии Заблокировало твич В июне 21 года После того как Один из стримеров страны Имеющий около 35 тысяч подписчиков Был уличен трансляцией покера Что противоречило местным законам Об азартных играх Бля я осуждаю конечно Бля но если бы у нас Тут такого ебан сработало Я бы убил нахуй блять Прикиньте блять Сидишь себе стримишь Все у тебя заебись блять Какой то хуй путало блять На 35 тысяч фолловеров блять Сидит В казино Хуярит блять И у тебя блять Из-за этого площадку банят Ебаный сыр блять Да у меня бы там Жопу порвало нахуй Я ж пиздец как на очко подсел Помните я еще пиздел Я думаю бля я очень боюсь Что из-за типов Которые казино хуярит Твич прикроют Блять хорошо миновала Эта хуйня А Вот за это Мизулины спасибо блять Как будто бы Чтоб она так такая Бля ну а нахуя нам Прикрывать твич то блять Ну можно же просто блять Точеч нахуярить Вот Найс Вот и я так подумал А так могло бы быть Как у них блять Просто бам нахуй Из-за типов И просто блять Твича нету И я сижу такой С хуем в жопе блять Эм Ну блять И сейчас умники Такие говорят Есть же VPN Ну да Посиди с VPN Ёпта Все ж нахуй Смогут личные Поднять блять Да Все ж деньги за это Будут платить Чтобы посмотреть блять Тиктоки Блять С дебилом Лысеющим Найс Тут блять Количество зрителей Просто Х 5 раз упало бы Я бы сидел тут блять Ну чё, как там 200 зрителей с VPN сидится, блядь Нормально, бля, я тоже вот стримлю тут с VPN Всё, отёбывает, лагает Задержка 20 секунд Нормальная хуйня была бы Ну 2К, блядь, не было бы Зубу норм Да вы бараны, блядь, господи, нахуй Вы понимаете, что если бы Зубарев стримил, блядь, на азиатский рынок, нахуй На китайском, там, языке, блядь Его бы никто не посмотрел, блядь, очевидно, понимаете Ему бы пришлось собирать китайцев со всего мира, блядь То же самое и здесь, блядь Закрой, нахуй, твич здесь Вы меня не сможете посмотреть А люди за границей смогут вообще без проблем включать Сука, что очевидно Ну это не очевидно, я не понимаю Зубарев, блядь Так он там сидит Он один VPN включает и стримит нам всем Понимаете, блядь А я могу, блядь, переехать куда угодно без VPN А вы все равно будете, блядь, вынуждены его включать Что, разницу не понимаете, что ли Ну вот Сегодня 47 супер купил А в че играть, хз Вопрос Инвидия выпустила RTX ремикс для улучшения старых игр Не хочешь, чтобы ты меня попробовать старые игры переделаны и поиграть Нет Мне на этот RTX, блядь, тысячекратно посрать сверху С кучей 4 июля 22 года правительство Ирана заблокировало доступ к ВИЧу для иранских интернет-пользователей ВИЧ изменила политику относительно сосания и лизания микрофона Теперь это будет помещаться меткой контент для взрослых Подпишись Сосания и лизания микрофона Нормально Сосем? Сидим сосем Так, ну че? Блядь, дайте пермачи, блядь, вот эти Хез пиздит, блядь, мне вот этих животных, блядь, здесь Я ебал в жопу, блядь Пермачела, нахуй, просто ебасоса Отправляйте, пусть сидят, смотрят, как, блядь, пиздит, шиз, ебаный Сидит, блядь, контекст, нахуй, вырывает, сука Включи, блядь, контента, нахуй, высрать, ноль, блядь, просто, блядь Сидит, нахуй, клипы дергает, блядь, ебанат, нахуй, старый Сука, заебал, блядь, цепляться, нахуй Не пукнуть, не пиздануть, ничего, блядь Сидь, бля, обусирается, блядь, башка, нахуй Блядь, придумал бы че-нибудь контентик и навалил бы какого-нибудь Не, блядь, сидит, сука, каждый день пук-пук одной тоже заебала ебатория, блядь, фу, нахуй реально, блядь, хотя бы что-то интересное, блядь, не, сука, клипы сидит, бля, жопа усиращая, блядь, я тебе приду я тебе домофон, нахуй, вскрою флипером, блядь я его, че, зря заказал, нахуй, это тут он не работает блядь, а там у тебя, заебись, все будет работать нахуй я, блядь, не понимаю почему мне похуй, кто там че пиздит а типу не похуй, блядь, вот он сидит такой, блядь, старый, такой, блядь ох, кто там че пукнул, блядь, мои маленькие доносчики, блядь, давайте, давайте, блядь ты им деньги плати хотя бы, блядь алло, старый, нахуй, хули они бесплатно хомяки ёбаные, блядь, шерстят тут, ёпта я могу, в принципе, Мизулину попросить, она тебе тоже своих доносчиков отсыпет, так, чтобы у тебя чисто доносы одни были, блядь кто там че пукнул про великого, блядь, Хесуса, ёпта, блядь о, тише, нельзя, блядь кто там че пукнул, блядь вот, отпукнули, вот гномы, блядь, вот отпукнули про тебя, посмотри, трагируй блядь, нахуя, ёпта, блядь ну сиди ты стрим, ёпта, с кайфом, вот сиди там, блядь, посмотри че-нибудь блядь, позови меня, поиграть, нахуй я не знаю, уже давно, блядь, не играли ни во что блядь, ну что-нибудь, блядь нет, блядь, клипы вот эти дебилы, блядь, выдергивают, нахуй, там меня потом, блядь, зетником, блядь делают, потом, нахуй, меня хуесосят потом Хесус говна жрет, потому что со мной пиздит, общается, блядь сам в говне тонет, эти дебилы, они уруинят всем каналы, нахуй, ёпта надо заканчивать эти доносы, блядь доносить только новости, например или что-то такое вот и все, либо, блядь, вот донос на смотри стрим, все, ебать чел сидит, сколько у меня стрим идет три часа, блядь, пусть три часа смотрит, нахуй, чё там, кто пизданул, поминутно вот нормальная тема эти клипы, блядь, смотрите, нихуя себе, я сейчас нарежу клипов, блядь я сейчас подрежу клипчики-то немножко, блядь, вот это можно вырезать, тут хуйня, о, вот это найс, нахуй надо, блядь вот и все, ёпта нет, там нормальные зрители есть, очень много их, огромное, у меня, блядь, пересечение даже гигантское, между прочим, с его аудиторией но все равно, блядь, типа я эту хуйню, блядь, я ненавижу, нахуй эти доносы, блядь, мне, блядь, что у Мизулина меня это раздражает, блядь, что тут меня это бесит, блядь, стукачи ебучие, блядь, когда этому, блядь, модно было вообще вообще всегда зашквар было вон, блядь, еще один клип кидает успокойся, не буду я смотреть ебанин сделать мне нехуй такое время, Вова, какое нахуй время, блядь, когда нахуй нас восхваляют доносчиков, ёбаных мне вообще похуй, что там, чё, пиздец я пукнул в колюжу, это что такое спасибо, что от рублей ты такой же я, блядь, клипы не смотрю я смотрю клипы глакамолия чисто, где он респектует мне, возможно, или там еще какой-нибудь клип а кто мне там пукает, ёпта да если б мне было важно, кто там шо, пизданул да я бы уже стрим оффнул и не стримил бы никогда нахуй, понимаете у меня есть мои зрители, мне заебись я создал охуительное комьюнити, которое блядь, недоносчики ебаные, нахуй которые, блядь, от рейдов не разъебывают каналы никому я хуй сос, я тоже, кстати так, мне кидали, короче, видос блядь колосик как-то назывался, я не помню ноги, это можно открывать? блин, надеюсь, тут не бритье жопы вот уже долго а, вот кто, блядь, я не то видео посмотрел ебаный сыр извиняюсь, ребята, перед всеми, перед всем народом извиняюсь, блядь, я не то видео включил я перепутал то видео с этим, поняли? блядь, вот что надо было включать нахуй я помню вот я это